так проезжал андрюха друзья привез новую партию ножей тут уже не полный ящик уже сегодня в 9 часов отправила жена а тут еще полный ножи продает наш забойщик андрюха резник цена 570 гривен 580 гривен перепутал и кому надо можете купить позвонить на номер телефона заказы принимая моя жена виктория и заказали вона вам отправила на вайбер карту вы оплатили и вам на другий день вона вышла ну если завтра воскресенье то наверно аж в понеделок а так каждый день отправляю и кстати друзья похвастаюсь я тоже собі сегодня утром делюсь вона печатает на почту завертаю отправки и я собі тоже купил сегодня утром нож таки як у вас ну в андрея сейчас покажу як вина буду ризать звук от свинячий головы я чуть-чуть свитопорик пиде этот спектачилов сейчас буду голову врубать собачками примерно таки топори будут в продаже скоро кому надо ну я скажу це десь будет в середине февраля мы будем ролик делать и там про топори про все так что кому надо пидождить до середины февраля потом потом купите вот так и сейчас я покажу вам свинок я купил собі насчет ножей я думал птика берутти кому надо там тушу разделать а не бухту бара для коллекции хто бара для кухни хто бара просто шашлыка нарезать хто бара с мясом робить дуже-дуже редко ну чисто дома на кухне и так дальше и я тоже не держався и сегодня утром купил я его ну я сделаю как из собі чехольчик и буду манай в чехольчику тоже новый тоже звук с этикетками ну сделали так и типа чехольчик я кисть ямени зачем надо я тушу не разделаю мене андрюха все разделы а порезать сало лентами допустим задний окост порезать поделить по 2 килограмма кому два кому півтора кому там три поделить розвязать не мудохаться то мене вони чусь все таки тупеньки а ты взял новенький буду чисто для о таковы надо для мяса андрюха я тоже выручив купил цезь итальянца все хватит два ушка отрезал и хвата а то вышек есть такие ножики покупрали в андрея в мене нема не хорошо так и в мне теперь своих также друзья а то пур ми хуже риже чем нож насчет пересилки наперед на карту кто скидывает бывает спрашивает а это не лохотрон ну я киво хатрон вы же не то что там не знаете никого первый раз там вы же купляете у нас я киво хатрон но вы даете номер телефона я диктовал боюсь кто не может в коментарии зайти номер телефона по ножам 095 89 210 38 Виктория звоните и заказывайте буду есть не созданный аккаунт и не можно зайти не в коментарии не пить видео номер сказал поставьте на паузу прослухайте и заказывайте это решили тоже ушка до забрать соби и сейчас на той пенек пидем там уже дорубаем вот так на счету охоти неправильно разрубав ты неправильно зробил мне собакам на кусочки чем на таки кусочки жопе в кастрюлю кинуть кашу им дворить и просто сейчас даже буду рубать он и просит ему чоб давал то есть мне не на продажу мне не надо отделять щековины т.с. т.к. он жинка показывает язык и надо принципе так еще там на пару поделю но тоже буду некрасивый жестокий контент по нашему сараю новости именно по по голове итальянки одна начинает загуливать он это свинка тем более хряк сараи аматор и чуя запах крика и начинал же загулять цей им пішов 6 месяц если быть точным там 5 месяцев и 10 дней вес мы важили 130 килограмм був ну сейчас уже конечно бить и свинки чуть меньше от кабанчиков сейчас покажу кабасики вон и побольше будет и по нашим петрен макстер поросятка хорошей никого не придавила из этих 7 штук все живые здоровые по канторам канторе тоже 9 штук живых здоровых никого не придавила станку ну мы бачим бегать резвятся веселятся значит все хорошо и все нормально мы всем покупировали хвосты покусали зубы и покололы железо пусть им и также макстерам тоже купировка хвостиков произошла успешно то есть по поросятам получается все более менее нормально по подкидышам что касается наших подкидышей бьются бьются между собой бегают гоняют веселятся то есть все отлично по подкидыши в цем будет 7 февраля месяц как мы подкинули ну а заберем десна я на 7 10 12 10 так сейчас я им прицеплю предстарта предстарт начали есть вообще дуже хорошо каждый день все больше больше и больше и больше давай вот я насыплю до вечера пивы дёрка такого сейчас дуже хорошо видят подкидыши пройдем и я думаю будут уси больше десяти килограмм по отьему больше десяти я думаю диски по 11 по 12 по 13 и подкидыши и также каштана внуки брошкина макс и филя он моих виду моих в ухо торчать а в подкидышей кушать и лежать як у вандрасе вот в этом и подкидыш ось ухо торчать сейчас я одного попробую даже ось уже здорово порося 7 февраля будет месяц как они с нею а этим 2 за 2 февраля как они попросились ну ось хорошие крупные поросята уже можно забирать и воно уже полноценно есть хорошо да внук каштана ну видно морда каштановская видно что внуки тяжелый тяжелый тяжеленький вот как едят предстарты идти туда ближе покажи как они у меня азо азо глотаются едят хорошо предстарты вот если так предстарты едят у таком возраст и вот вам и будет результат при отъеме а то есть мне пишут стас чего вот такие результаты ну того что начнем весь процесс со свиноматки свиноматка корма потом как я их заберу от свиноматки я просто на таком же предстарте их заберу и начну мешать со стартовым кормом сначала 25 на 75 потом 50 на 50 потом 25 на 75 уже старта 75 я так постепенно переведу и поносы ну поносы у меня дуже-дуже-дуже-дуже редко поносы немаца тоже уже здоровый жирный плюс вот поэтому вам и ответ что они так растут вон и едят со свиноматкой уже хорошо а потом на старт перевозил тоже хорошо едят то есть подкидыш я думаю та и подкидыш и все другие хорошие поросята будут при отъеме но такие массивные скажем так также из новостей распределили клетку анфиси них тут оставил 4 свинки вот девица свинка он есть ей 4 месяца а то 5 месяцев нужно получается там с днями она уже оцей анфисин виводок догоняя уже цих ну так на глаз понятно что мы вважали ця в 4 была 101 а тих 124 в 5 ну я думаю они догонять их анфисин виводок догоне я им зробил кормушки сундучки и я вам скажу о таки кормушки мне самое больше нравится потому что с них ничего не рассыпается он уже третий день у них кормушка не крошечки рядом біля кормушки нема вот такая кормушка сундук ну для меня самый раз вона чим погано что не не насыпешь у нас аматор крие кабанців я дома тикаю аматор крие кабанів я до аматора кинул три кабана он всех их покрыл ну как покрыл понятно что он не покрыл но все в аматора вилазе работа реакция четко попадает четко только что не в свинку ну то есть как реакция он себя показал отлично сразу у них была тут обойня он всех поставил на место всех покрыл ну типа как покрыл пытался покрыть и все я бачу все в работаю все чутенько то есть аматором уже можем покрывать омень амень он за тебя уже по краснею перри возбудить все аматором уже можно покрывать швидом атака который поменьше ну к примеру кто нас поменьше то насевки уже не поменьше покрыти ну то есть аматором можно покрыть уже можно крыть следующий раз и тут тоже самое кормушечка сундучок я их называю сундучок три дня кормушка у них гляньте и грамульки не дает рядом нема оце с чем мне они нравятся такие сундучки ваза у мей сундучок в один и в другой получается десь 25-30 килограмм ну им хвата больше чем на сутки меня устраивает я не уезжаю неде на 2-3 дня чем погано что вона не бункер на если едешь на 2-3 дня вона бункер засыпал они едят у сундучок на 2-3 дня не насыпаешь насыпаешь максимум у сутки а меню удобно бо я каждый день контролирую что поели что осталось что под краями гриб змеев то есть я цель процесс ледю и стараюсь подсыпать им примеру каждое утро аматор чаще в прямом эфире будет листы того все аматор рабочий икряк тика крыть никого в нас все покрытие можно обезьяновим покрыли если достану и буду пробовать можно обезьянку покрыли хотя я обезьянку хотим дюрком ну може дюрком и покрыли ось як насыпав им предстарта все оце едят хорошо от вами залог здорового роста потом дальше вон дивиться как едят прям аж захватывается а ось из итальянцев кабаны вот кабаны они больше чем итальянцы вот если мы итальянку уважили вот как убирали 130 кг если всем посчитать живым 130 вона была у у 5 месяцев и 6 дней то цей будет 140 это минимум кто-то из кабанов ну они уже здоровые ну что мы и так бачим тут тоже а это моя старая кормушка что я робил еще в первый сарай тут тоже они с ней вообще ни грамма не рассыпают ну судя по всему мне так как я каждый день дома мне подходят и сундучки мне бункерную кормушку чтобы засыпать на неделю вперед мне воно так не надо и я так и не делаю эфки все у нас все уже не бьются помирились а ну ты куваки ось барашка барашка более спокойно а конечно больше он едят наши контуры туда и зайды тоже растут растут заметно скикаться и уже дневник если на 100 на 10 а зацперва ну получается скоро 10 дней хорошие на 10 дней поросята 10 дневник по купированию по кастрирование и вы хороший по купированию по кастрированию и таки бегом бежи короче по сарае вот такие вот у нас новости что я сейчас хочу все у меня переведены все у меня поделены все вроде бы нормально порядок кормушек всем хватает кто на откорме сейчас получается свет я уже провел и мне надо заниматься клеткой раз клеткой два одну клетку сделать для макстер и вот их макстер киевлянка а ты сделаю для ты для следующего выводка ну то есть для цих выводки и положить центральный проход за той советской плитки шо у меня есть салдеповска ее положить сюда и и шо и водичкой полив щеткой скорочкой промил и все это что мне надо воды хватает набираем раз в сутки бак 350 литров сейчас при вас как я набираю воду правда еще розетки ну тута выключателя не мая чтобы я бак включил и все то есть меня переносочка туда лицет ну я все сделал просто всему свое время открываю сначала саму крышечку а так чтобы туда ну пыль не залетала ничего и потом кто голодный есть вечером надо будет насыпать он все плямкают и едят и сейчас пида вода она пока доберется 30 метров и как мы выключаем мы уже привыкли на сколько даже по звуку чуем як вода уже вверху и если даже прозвать что вода вверху начинает капельки капать оттуда девиник стоять унизу и мы выключаем то есть не буду я не робить не поплавок ничего уже привыкли удобно сейчас буквально 2-3 минутки 350 литров воды наберем и все и опять аж до следующее утро у февраля будем одного за цією партию убирать и взвесим як буде им 6 месяцев и февраля одного убирать а февраля двух получается мы у двух итальянцев уберем у февраля пару штук у марта и в апреле остальных чтобы ну дойдемся как мы хотели до 8 месяцев який же будет вес у 8 месяцев также який вес будет у 7 месяцев и в 6 все по списку все показую все рассказываю пока вода набираються покажу вам список то не бачит у вас итальянцы а там и я провел анфисы после таки вес анфисы 4 месяца 101 килограмма из последние были взвешивания итальянцам 5 месяцев 124 килограмма ну да мы убирали 5 месяцев и 6 дней все плюс ну да было 130 килограмм ну хотя было мы убирали 5 месяцев 6 дней то только 6 день начинался то было 8 часов утра то есть они набирают начали набирать чуть больше килограмма в день кило 100 кило 200 в день ну все я так для себя понял как убирал тоди ж день 6 не прошел атика было раннее утро то есть получается 6 килограмм она набрала за 5 дней то есть по киллу 200 копийками даже вернулся наверное я думаю вертается при вес я к 4 до 5 она набрала 40 килограмм так само с 5 до 6 я думаю будет не меньше я думаю 200 килограмм будет в этом районе ну а дойдем до 8 я покажу был у нас же вообще диалог пишут за 8 месяцев что типа супер при весе 190 180 килограмм в 8 месяцев ну даже там 195 200 я сказал что это не особо не особо здоровый результат ну кто-то там скажет давай покажи доведите ну я и вот и веду и пока не доведу я же не успокоюсь доведу все покажу який вес при интенсивном откорме на моем мусоре на зерно отходах и будем дивиться наблюдать ради интереса киевляночка все хорошо не переживай вот такая у нас метелка вот и мы его такой метелкой ну потом уже як управились допустим сейчас мы не чего мы не совма посираю то что пилки закончились пешла солома и мы ничего не нравится бетон потому что налипает надо постоянно его размачивать и вымывать а я думаю я буду той советский кафель и воно вы был сразу буду видна и мы каждый день водой на мочи я сделаю кран и поливал кузбака водой размочил щеткой вымыв хворочкой протер и дезинфекция и чистота короче таки от у нас дела